Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Поздравляю вас с тем, что в этот торжественный день мы вступаем в новое время года. Зимой, товарищи, начинаем потихоньку готовиться к праздникам. А пока получить от меня порцию хорошего настроения. Все, чем жила Самара на протяжении 7 дней. Обо всем и обо всех. Открытия, новости, истории. Поехали! Пенсия в картинках. Комиксы для пенсионеров выпустил пенсионный фонд. О чем первая история? И будет ли продолжение? Репортер покажет первый выпуск комикса-легенды. Бездомная проза. Самарский писатель ищет дом. Единственный в Самаре бездомный творец просят найти ему пристанище. Откровенное интервью уличного публициста без прикраса о настоящей жизни только у репортера. Юные и гениальные таланты со всей России собрались в Самаре на конкурс классических исполнителей. Как выглядят современные Бах и Моцарт? И почему они играм на планшете предпочитают фоно? Выяснил репортер. Под конец года своей изобретательностью сразил пенсионный фонд. Он решил омолодиться. Ведомство выпустило информационную брошюру в стиле аниме. Что такое СНИЛС и как считается пенсия в России, объясняют широкоглазая девочка и молодой человек совсем не из российских мультиков. Репортер увидел необычную раздатку и узнал, кому в голову пришла такая идея продвигать бренд. Пенсия в комиксах без шуток. Ведомство теперь будет ассоциироваться не только с известным всем музыкальным мотивом. Пенсионный фонд решил пообщаться с молодежью на их языке. Герои новой брошюры рассказывают друг другу, что такое белая зарплата, как происходят отчисления и накопления. И все бы ничего, но только вот молодой человек и барышня один в один. Напоминают героев японских аниме. Здесь изображен молодой человек, который получил свою первую заработную плату. Ура, я получил первую зарплату, пойдем в кино. А его подружка спрашивает, это зарплата в конверте? Если серая зарплата, значит ты не сможешь взять кредит, не получишь визу, а главное не будет пенсии. На протяжении всего комикса у молодого человека открываются и без того большие глаза на свое будущее. Иностранные мультяшки проявляют чудеса познания российской пенсионной системы. Разбираются в пенсионных баллах, страховой пенсии, программах софинансирования. Действительно объясняют все сложные термины. Так что даже последнему думающему человеку понятно будет. Мы провели небольшую фокус-группу и выяснили, что молодежь достаточно позитивно реагирует на этот стиль. Пенсионный фонд оказывается не такой уж у дремучий лес. Главное понять. Если уж герои аниме вникли, то для будущих пенсионеров будет расплюнуть. А все подробно узнать можно всегда через сайт или по звонку на горячую линию. Так что на этом мозговой штурм ведомства не заканчивается. Они вошли в раж и обещали еще и не таким удивить. А герой нашего следующего сюжета наверняка бы заценил такое ноу-хау. Пенсионеры сама рыщат спонсоров, которые подарят ему квартиру. Она необходима мужчине, чтобы писать книги. Сейчас, возможно, единственный в России автор «Бомж» живет в обычной больнице. Репортер встретился с уникальным городским персонажем и узнал, откуда он знает дату своей смерти. Ну, она называется книга-фильм. Смотрен из 21 эпизода и 5 наблюдений. Импозантный мужчина читает отрывок из своей книги «Старость». Эту старость он проводит в обедшалых стенах одной из городских больниц. Пациент и не пациент вовсе. Несколько лет подряд он занимает здесь койку места. Рядом с теми, у кого в жизни все неопределенно, он и сам такой. Юрий Казаков по профессии писатель, по жизни большой модник и фантазер. По социальному статусу – бомж. Есть дети, есть внуки, пятые, десятые, которые либо плюют на своих родителей, либо на своих бабушек, дедушек. И отношения их, молодых пожилых, хорошо, очень видно. Медперсонал клиники просит как можно меньше снимать коридоры и не проходить в палаты. Говорят, смотреть там нечего. Десятки здешних постояльцев не живут, а существуют. У всех них есть сотни историй про то, как было и стало. Казаков был. Успешным журналистом, телеведущим, уверяет, пользовался бешеной популярностью у женщин. В один прекрасный день все потерял. Родственники попросили его из дома. Казаков ушел жить в ночлежку. У меня умерла гражданская жена. Я был в панике, у меня была пауза. Вот эта пауза, все поломалась. Но зато, находясь в нынешней ситуации, хоть она и не подарок, естественно, я сумел найти в себе силу писать книги. Его книги «Большой разговор». В одной от имени старости он размышляет о жизни в городе, о друзьях, знакомых. Вовлекает в этот довольно странный разговор участкового полиции, врача одной из больниц и даже чиновника. Сейчас заканчивает взгляд из поезда, историю которой не было. Но в его книгах не только вымысел, в ней больше авторских наблюдений, о жизни, о судьбе такого вот самарского скитальца, оказавшегося забочиной успеха, о том, где достать еду, одежду и куда идти на ночлег, как взаимодействовать с полицией, властями и как вообще не сойти с ума, что в данной истории самое главное. Его истории не было бы без шариковой ручки, подаренной не судьбой, а человеком. Книга написана лично, авторучка Михаила Тереченко, зарпределение номер 2. И потом я решил у него опять авторучки брать. У меня кончается, я у него другой был, у меня все получается. Он понимает, что не сможет остаться в больнице на всю жизнь, потому ищет спонсоров на жилье. Писатель замечает, надолго и не надо, всего лишь 5 лет. Он почему-то уверен, столько ему муз отвела творить, а без вдохновения и жизни нет. Но тут Казаков просит прервать интервью и говорит, что торопится, ему вдруг понадобилось отъехать по делам. Репортер предлагается проводить в рабочей поездке. Мужчина должен отправиться в редакцию одной из областных газет. Там его работы из бумажных рукописей становятся четким черным по белому. Я хочу, чтобы мои книги читали. И что я приношу какую-то важную пользу. Что я ни пешка, ни ноль. Что я чего-то знаю. Что я хочу себя уважать. Внезапно автору становится нехорошо. Он просит его извинить и идет отдыхать. Ему еще нужны силы. Он только жить начинает. Это определенно точно. И место жительства тут абсолютно ни при чем. Известный художник-портретист заехал в Самару, чтобы попросить еды. Вольный и творческий Сергей Баловин практикует натуральный обмен. Он рисует, его кормят, поят и одевают. Молодой человек так весь мир уже объехал. И без копейки в кармане. В нашем городе он был уже год назад. 365 дней в одном разговоре с репортером. Ну что, нормально так? Три дня можно уже жить, мне кажется, на это, да? Там еще в холодильнике жена частично. Эти продукты, его завтрак, обед и ужин на несколько дней вперед. Как говорится, все включено. И у него так в каждом городе свой личный all-inclusive. Ночлег, пропитание и все, что для жизни нужно, ему граждане сами несут. В подарок за самоотверженность отвязаны истории и всего один черно-белый портрет. И так уже целых два года. Они играют в его натуральный обмен, он от него только выигрывает. Ну я слышу иногда такие упреки, типа там, вот что я паразитирую. Паразит. Ничего не делаю вроде как, а все получаю за это. Мне, конечно, это не обидно, это скорее смешно. Ну это, ну и как бы забавно слышать такие упреки в свой адрес. То, что я делаю, я продаю товар. Вот, как бы, можно сказать, что эти портреты, это мой товар, который я продаю. Я привела на площадку сидений на мобильный. Вот, и там. Можно так? Да, конечно. Спасибо большое. За один бесполезный много полезного дают. По мгновению его руки натуральный обмен теперь так выглядит. Он приезжает в город, собирает натурщиков, пишет портреты и как сыр в масле катается. Его вишлисту любой гик обзавидуются. Ноутбуки, смартфоны, зарядки, чехлы, одежда, обувь и билеты до следующего города. Подарки первой необходимости. Мне еще пополняют черт периодически на телефоне. Сейчас там столько уже набралось, что можно на самолет билет покупать. Я не знаю, можно ли с телефоном купить билет на самолет. Если что-то не нравится, лучше не забирайте. Мы уже положим. Это вы поспешили, конечно. Ну что, сфоткаемся? Подтверждение платежа на ваше. А, ну так, да? Хорошо. Скажу, вот телефон подарили. Натуральный обмен еще и честный. Правило Сергея Боловина. Если портрет лицом не вышел, подарок можно оставить себе. Но он в натуре разбирается. Написанные им портреты уже прописались в Самаре, Москве, Питере, Шанхае, Доме министра финансов Швейцарии и даже в местах не столь одоленных. Ну, одно из... На ум приходит детская спецшкола. Не самое веселое место, но, в принципе, необычное и довольно интересно было. Я подумал, какой интерес детям таким сложным будет слушать какого-то там чувака, который путешествует по свету так свободно. Они там сидят, отбывают срок фактически. Оказалось, нет, им было очень интересно и очень положительно и дружелюбно настроены были. Раньше натуральный обмен был проектом, а теперь он и сам, как проект. Гости и журналисты к нему на прием второй год валом валят, а вопросов не меньше. И все чаще про где бы вал, что дарили и когда все это закончится. На встрече в Самаре художник уже не выдерживает и интеллигентно замечает, он устал. Поэтому все вопросы теперь к его книге. Жизнь без гроша за душой, как она есть. Обо всем напишет и расскажет. Начать планирует уже в ближайшие новогодние каникулы, хотя не обещает. Я не сильно стараюсь планировать такие праздники, потому что, мне кажется, праздник может в любой день случиться. Лучше его сильно не планировать. Как придет, так придет. Потом у меня такой и так достаточно праздный образ жизни, как никак. Поэтому это важно для тех, кто там, не знаю, трудится в офисе, на работе, скучает, ждет. Когда все это закончится, Боловин и сегодня не знает. Из ближайших планов только большая остановка в родном Воронеже на Новый год. Там Боловин-художник займется будущей книгой и уже в качестве Боловина-писателя отправится дальше, куда глаза глядят. Продолжение темы талантливых и творческих. В Самарской филармонии собрали самые молодые профессионалы в музыке со всех городов России и из-за рубежа. Эти дети берут самые высокие ноты, играют серьезные музыкальные произведения и дадут фору многим взрослым. Гениальных и одаренных позвали на престижный конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского. Что происходило на нем и как выглядят современные юные гении музыки, узнал репортер. С первым солнечным лучом наша песня встает и стучится в каждый дом за собой. Конкурс легенда, конкурс феномен, конкурс бренд. Именно так называют международный конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского. Он существует уже больше полувека, собирает в одно время и в одном месте талантливую молодежь со всего мира. И все это происходит благодаря главному зачищику, создателю конкурса, русскому композитору Дмитрию Кабалевскому. Традиции, которые он вложил в этот конкурс, а не жилый господь, это безграничная любовь к маленьким музыкантам. Просто надо было видеть лицо Дмитрия Борисовича, когда появлялся какое-то маленькое существо. Любовь к детям привела к созданию престижного конкурса, а Самара стала главной площадкой для его проведения. Учредители конкурса подчеркивают, какими бы молодыми не были участники, главное слово здесь не юные, а профессионалы. Малолетние гении умеют петь и играть на музыкальных инструментах, так что мало какой взрослый повторит. Умилительных малышей на этом конкурсе нет, еще раз повторюсь, это конкурс профессионалов. Хотя дети десятилетние уже отождествляют себя с профессиональным искусством, они готовятся войти в взрослую жизнь, они знают, что они будут работать в этом направлении, они участвуют. Пока конкурсанты с волнением ждут открытия конкурса, эта девушка, кажется, уже давно ничего не боится. В ее руках даже самая расстроенная фортепиано издает нужные мелодии. Елизавете Карауловой, 17 лет, и в этом году она приехала на конкурс в родную Самару из Москвы в качестве почетного гостя. Свое звание профессионала Лиза завоевала еще в 11 лет совсем девочкой, выиграв гран-при, после чего довольно быстро перебралась учиться и строить карьеру в столицу. И, конечно, в биографии то, что вот гран-при и конкурс Кабалевского, это считается очень серьезным, потому что это первый конкурс, который основал сам Чайковский, конкурс Чайковского в Москве, и вот второй конкурс был, который основал сам Кабалевский, то есть два таких очень старых. Лиза занимается музыкой с трех лет, причем тогда ее талант заметили не только родители, но даже Дедушка Мороз. Уже когда я занималась, уже там был один раз такой случай, что Новый год, пригласили на квартиру Деда Мороза, вот, значит, девочка спой песенку, я пою старый клён, родители, надо ребенку, значит, учить музыки. Ну, я, правда, уже тогда училась. Арсений в свои десять тоже продолжает верить в чудеса. Он приехал в Самару из Нижнего Новгорода. Как и Лиза, он играет с трех лет. Правда, в отличие от самарчанки, Сеня не скрывает волнения, ведь на него, он слышал, возлагают большие надежды. И не важно, что первое фортепиано у Арсения было игрушечное. Мне рассказывали, что я пел что-то, мог напевать, и мне купили игрушечный рояль, и я там подбирал музыку и сочинял мелодии, ну, детские такие. Сейчас Арсений не сочиняет, он играет и далеко не детскую музыку, впрочем, как и остальные участники конкурса. Так что борьба за победу будет нелегкой. Кто же окажется лучшим из лучших, станет известно 3 декабря на торжественной церемонии награждения. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Увидимся завтра. Всего вам доброго. Пока.